Здравствуйте! В студии Артём Тарасов. Сегодня в выпуске. Всем библиотекам Анатолия Калинина. Правительство поможет дончанам прочитать книги земляков. Чтобы мы создали в каждой муниципальной библиотеке специальную полочку писателей, наши земляки. На канцелярии и командировочных можно сэкономить. Городоначальник Ростова снижает расходы на администрацию. Говорим с прононсом. Всероссийская Олимпиада школьников началась соревнованиями по французскому языку. Каждый год задания становятся все сложнее. Постоянно появляются какие-то оригинальные задания, которых никто не ожидает. Но в этом и интерес Олимпиады. Знакомство с мухой. Зубрёнок, родившийся в ростовском зоопарке впервые за 11 лет, окреп и готов себя показать. Муха, как любая девочка, у нас красавица. Мы любим расчесываться. Ну, расчесываться мы больше, скажем так, не для красоты, а как элемент массажа. Кристалл стёрли в порошок. Хоккейный Ростов разгромил безнадёжного аутсайдера из Саратова. Счёт хороший. Немножко построже в обороне. А так, я думаю, ещё надо больше завтра забивать. Расслабились, но собрались. Ростовские баскетболистки переселили соперниц и салаты. Такая львешная игра была. Очень долго находили свой ритм. И тяжело игрался, потому что, во-первых, был большой перерыв новогодний. Мы почти месяц отдыхали без игровой практики. Открытки и календарь с уникальными экспонатами. Азовский музей-заповедник выпустил сувениры к своему вековому юбилею. Керамика эта возникла вследствие того, что ислам запрещал изготовление посуды из драгоценных металлов. И, как следствие, ремесленники придумали что-то такое очень дорогое. ДОНСКУЮ ЭКОНОМИКУ Еще одна новость с заседания правительства. Полное собрание сочинений донского писателя Анатолия Калинина уже в этом году получат все районные библиотеки области. «Одиннадцатитомник» выпустили к столетию земляка еще в прошлом году. В него вошли самые известные произведения Калинина. Романы «Цыган», «Возврата нет», «Эхо войны», «Суровое поле». Также автобиография писателя, его воспоминания и записки в качестве фотокорреспондента. У нас были просьбы с мест, во-первых, в плане пополнения библиотечных фондов, муниципальных библиотек, с тем, чтобы мы создали в каждой муниципальной библиотеке специальную полочку писателей, наши земляки. Уже издано около 10 миллионов экземпляров. На это губернатор дополнительно выделил почти 3 миллиона 700 тысяч рублей. Также библиотечные фонды области получат около 2000 экземпляров книг двух других донских писателей – Бориса Примерова и Ивана Скомарухова. Разработать законопроект и учредить почетные звания для территории Ростовской области поручил Василий Голубев, о чем сообщил в своем блоге. По мнению губернатора, звание «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести» стали бы подарком к 80-летию области для тех, кто создавал ее славу и мощь. Дон в войну был местом кровопролитных сражений. Здесь полегли сотни тысяч советских солдат. Память об их подвиге должна быть увековечена. В новом году нужно выполнить 80% программы подготовки к Чемпионату мира по футболу. Абсолютное большинство дел должно быть завершено в 2017-м, предупредил Василий Голубев на заседании областного оргкомитета. К концу 2017-го планируют создать аэропорт Платов и стадион Ростов-Арена. Совсем скоро на улицы города выйдут 14 новых трамваев и 200 автобусов. Продолжат обновлять фасады зданий на центральных улицах Ростова. На следующую весну можно оставить озеленение и покраску объектов, подчеркнул Василий Голубев. Градоначальник Ростова решил сократить расходы на городскую администрацию. Виталий Куштарев считает, что нужно отказаться от всего, что не влияет на качество работы чиновников. И меньше тратить, например, на канцелярию, служебный транспорт и командировочные. И, конечно, подумать о сокращении штатов. А сэкономленные деньги можно направить на решение реальных городских проблем. Алягер ком Алягер. На экзамене, как на экзамене. Олимпиадой по-французскому стартовал сегодня в Ростове региональный этап Всероссийской школьной олимпиады. В знании языка, когда-то считавшегося в России элитным, соревновались полсотни старшеклассников. Французский лексикон этих ребят не ограничен банальными лямур, кутюр и бонжур. По несколько лет они углубленно изучают язык. И сегодня каждый готов пообщаться с Дюма или Мапасаном. Но все по жестким правилам. Листы ответов, черновики и так далее, и так далее не подписываются. На них нельзя ставить никакие заметки, какие-то познаводились знаки. Это все запрещено. Телефоны и гаджеты под строгим запретом. За порядком в каждой аудитории следят сразу несколько человек. Если мы уличили участника олимпиады в нарушении пунктов и регламента олимпиады, мы составляем акт в произвольной форме. И, к сожалению, мы должны будем удалить участника олимпиады. Он остается без баллов, он не приходит на второй конкурсный день. И олимпиада для него заканчивается. В программе олимпиады понимание речи и письма, работа над текстом и умение говорить. Каждый год задания становятся все сложнее. Постоянно появляются какие-то оригинальные задания, которых никто не ожидает. Но в этом и интерес олимпиады. Пользоваться шпаргалками Лиза Артеменко даже и не думала. В прошлом году она стала первой на региональной и всероссийской олимпиаде. И теперь выпускницу 45-го лицея возьмут на лингвистический факультет любого вуза без экзаменов. Ребята, которые участвуют в олимпиаде, они тоже достаточно подготовлены. И они понимают, что здесь их ждет далеко не школьный уровень. Потому что результат, который они могут получить в результате победы на олимпиаде, достаточно серьезен. Это дополнительные баллы при поступлении в вузы. А для абсолютного победителя это вообще поступление, выбранное им в вуз без экзаменов. В этом году в региональном этапе Всероссийской олимпиады в 22 дисциплинах себя попробуют около 3000 донских школьников. Впервые в области проведут олимпиаду по испанскому языку. Завершатся интеллектуальные состязания 22 февраля олимпиадой по технологии. Галина Горлова, Юрий Санкин, Хнадону. В поселке Каменоломни открылся самый большой в Октябрьском районе детский сад. Ласточка может принять 280 малышей. В эту необходимую стройку вложили почти 200 миллионов рублей. Всего два года назад на этом месте был пустырь. Теперь красивое современное здание, оборудованное по последнему слову техники. Мы с вами являемся свидетелями того, как реализуется в Ростовской области программа по обеспечению детей детскими дошкольными учреждениями. Инициатором этой программы, несомненно, является наш губернатор Василий Юрьевич Голубев. Это благодаря ему мы получили вот такой красивый детский сад. В садике несколько игровых комнат, спортивный и музыкальный зал и медицинский кабинет. Оборудование, которое купили для пищеблока и прачечной, новейшее и многофункциональное. Спасибо вам, что вы заботитесь о нашем будущем, наших детях, которые будут ходить с огромной радостью в этот замечательный детский сад. 15 групп уже практически полностью укомплектованы. Сюда будут водить детей не только из Каменоломни, но и из соседних хуторов и поселков. Говори спасибо, что детский садик подарили. Тем, что в декабре народным праздник детства нам открыл. Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдешь. Обойди хоть весь район, лучшим будет все живо. Областная программа строительства детских садов продолжается. Только в последние дни 2016-го открыты 4 новых садика на 780 мест. Анна Туполева, Надану. Впервые за 11 лет в ростовском зоопарке родился зубрёнок. Последней была, к слову, мама новорождённая муза. Обычно зубры рождаются весной. Но тут сбились биоритмы. И роды в начале декабря проходили тяжело. Малышка родилась слабой, назвали её мухой. А традиционно имена этой породы зубров начинаются на му. И вот через месяц с окрепшим животным можно пообщаться. К вниманию муха ещё не привыкла. Прячется за человеческую маму. Именно так зубрёнок воспринимает Ольгу Яровую. Ведь заулок рядом круглосуточно. Ночует, кормит из бутылочки, гуляет и даже делает прически. Муха, как любая девочка, у нас красавица. Мы любим расчесываться. Ну, расчесываться мы больше, скажем так, не для красоты, а как элемент массажа. Расчесывание заменяет мамин шершавый язык и улучшает кровообращение малышки. Кроме того, чтобы окрепнуть, зубрёнок принимает ультрафиолетовые ванны, поглощает витамины и кальций. Мы съедаем уже 4,5 литра в день. Я думаю, к 2 месяцам мы уже будем съедать в день 6 литров молока. И столько же молока мы будем есть до полугода. Ну, а потом будем потихоньку убирать молоко и переводить её на основную пищу зубров. То есть на сено, овощи, концентраты. Но уже сейчас наша муха проявляет интерес к сену. Она любит свежие веточки. Мы уже кушаем в день даже яблочко. И страшно мухе, и любопытно. Из-за маминой спины разглядывает чужаков. Обнюхивает новые предметы. Особенно интересен штатив оператора. Тут и облезать, и на зубок попробовать нужно. Особая радость для зубрёнка – прогулка. С нетерпением ждёт, когда наденут ошейник и мчится на улицу. Её отец – тот самый муравей, которого в мае до смерти закормили посетители зоопарка. Хорошо потомство оставить успел. Хотя никто и не ожидал. До того муза жила с несколькими самцами. Но за 11 лет ни разу не беременела. А когда попала в интересное положение, никаких его признаков не выдавала. Не было основных признаков, которые есть у зубров. То есть она вела себя так же, кушала так же, гуляла вместе со всеми. И такие основные признаки, которые есть у животных, не проявляла. Поэтому было для всех даже неожиданностью. Кроме новорождённой мухи в зоопарке три зубра. Муза, кукла и мужичок, приехавший в сентябре из Приокска террасного заповедника. Полностью семья воссоединится весной, когда потеплеет. А увидеть уже подросшую муху посетители зоопарка смогут летом. Ксения Николаева, Сергей Вишняков. На Дону. Из-за эпидемии птичьего гриппа в зоопарке Воронежа на юге России объявлен карантин. Там погибло много пернатых, в том числе краснокнижных. 160 особей пришлось усыпить. А жертвами птичьего гриппа в Краснодарском крае стали 130 лебедей. В ростовском зоопарке всё спокойно. Заражений нет, а для профилактики проводят дезинфекцию. У нас всё в порядке. Птицы ничем не болеют. Им сделаны все прививки от гриппа. Из мер предосторожности постелили коврики для персонала, чтобы когда заходили дезинфекционные такие, чтобы ничего не заносили в помещение, где птицы. И запрещено сотрудникам брать птиц, которые пали, которые прилетают. То есть мало ли они могут быть тоже заражены. Руками их запрещено трогать. Фото волчицы Альмы из заповедника Ростовский в Орловском районе вошло в сотню лучших фото России 2016 года по версии ТАСС. Снимок сделал весной на фестивале тюльпанов фотограф Валерий Матыцын. К слову, эта волчица не опасна. Она выросла не в дикой природе, а в ростовской квартире. Заместитель директора заповедника Александр Лепкович полгода воспитывал волчонка дома в качестве эксперимента. А потом переселил в просторный вольер. На расправу к хоккейному Ростову приехал безнадежный аутсайдер Кристалл. А ведь мог и не приехать у саратовского клуба. Ни очков в таблице, ни денег на существование. Из нашего же города они смогут увезти разве что полную сетку пропущенных шайб. Главным вопросом матча был, пожалуй, такой, когда начнется разгром. Ждали недолго. Уже на исходе третьей минуты Мартынов после спасения нашего вратаря завершил быструю контратаку. Ближе к перерыву ростовчане задали себе темп на итоговую десятку шайб. Матвейков и Селезнев делают счет периода 3-0. Отдаю должное Саратову. У них большие проблемы. Ребята стараются, борются. Очень тяжело добираются. Выходят и играют. Второй отрезок встречи голевой темп поддержал. Еще 3 шайбы в воротах кристально чистых, но пока недостаточно мастеровитых саратовцев. Забиваем и в большинстве, и в меньшинстве. В общем, как хотим. Проблема была в том, что мы не играли с ноября. Последняя игра у нас в ноябре была. Очень тяжело было вступать. И плюс команда. Ростов довольно-таки сильная, хорошая. На первом месте идет. В начале третьего периода традиционная наша шайба. И только проигрывая 0-7, гости смогли огрызнуться в большинстве. Через три минуты также после удаления соперника забил Прохоров. И все. До десятки немного не дотянули. 8-1 в итоге. Счет хороший. Немножко построже в обороне. А так, я думаю, еще надо больше завтра забивать. Игры с Кристаллом, прочно занимающим последнее место. Тренировка перед встречей с главным соперником в чемпионате. Мордовию, с которой идем нос в нос, принимаем на выходных. Олеся Слынько, Андрей Токарев. На Дону. В женской баскетбольной суперлиге встречались вторые коллективы. Второй сверху Ростов-Дон-Юфу и снизу УГМК-Юниор. В первом круге в Екатеринбурге команды обменялись победами. И сначала радовались соперницы. В дебютной встрече нового года сильнее оказались мы. Пантеры стартовали здорово. Часто своими действиями заставляли соперниц фалить. Были точны и со штрафных, и с игры. Как итог, после первой четверти преимущество в 10 очков. Во втором отрезке гости практически выровняли встречу. Даже несмотря на некоторые потери в составе по сравнению с первым кругом. Но приблизиться к подопечному Андрея Бабичева не получилось. Двух игроков мы отдали в аренду в другие клубы. Поэтому приходится немного состав менять. В непривычных ролях некоторые игроки оказались. Поэтому поначалу был такой провал. Попытались как бы вернуться к старым сочетаниям после половины. Более подвижному составу. Вторую половину матча команды начали при счете 35-23 в пользу хозяек. Казалось, что ростовчанки уже без труда доведут встречу до победы. В конце года Евгения Окснер показала отличную результативность. И, как сама призналась, нашла свою игру. И явную уверенность. С ней на площадке дела идут куда лучше. Разыгрывающая и отдает результативные передачи. И даже делает подборы. И безошибочно действует в быстрых отрывах. В итоге с 16 очками Женя станет лучшим бомбардиром встречи. Но без нее дела у дончанок не так хороши. Уральские гости догоняют стремительно. Я старался всем сегодня дать пограть. Потому что первая игра. И важно было, чтобы все почувствовали игровой ритм. У нас четыре домашние игры. Чтобы все были в хорошей обоиме. Поэтому, во-первых, когда пошел провал, старался найти оптимальный состав, чтобы такого большого провала не было. Ненужные трехи залетают в наше кольцо чаще. И уже в концовке встречи юниорки у ГМК подбираются к нам очень близко. За минуту до конца Ростов впереди лишь на два очка. Тренер Екатеринбурга берет тайм-аут, чтобы объяснить план трехочковой атаки. Но объясниться с подопечными лучше получается у Андрея Бабичева. Попадания Джейн Морозовой и Евгении Окснер деморализуют вернувшихся в игру оппоненток. Ростов-Дон-Юфу побеждает 62-57. Был достаточно длительный перерыв. И чуть-чуть выпали с игрового режима. Уезжали в отпуск небольшой, каникулы летние, зимние. И немножко игровой режим был нарушен. Я думаю, что сейчас мы войдем. Какие-то, может быть, первая игра такая, чуть суматоха, нервность. Не забивали свои очки. Я думаю, что завтра это уже должны выбегать и чуть-чуть другой баскетбол будет. Закрепить успех над юниорским УГМК Ростовчанки могут уже сегодня. Лев Клинов, Юрий Санкин. На Дону. Сто лет в этом году Азовскому музею-заповеднику. К вековому юбилею здесь приготовили сувениры, открытки, календарь, альбом и памятный знак. На них поместили свои самые уникальные экспонаты. Сарматские, Золото-Ордынские и Петровских времен. Роскошная попона состоит из 15 тысяч элементов. И ни один не утерян. Парадный меч с ножнами, фолары, удила, браслет в виде бегущих оленей. Все из чистого золота. Именно сарматским сокровищем музей посвятил первые юбилейные открытки. В 1986 году при въезде в Азов археологами был исследован курган. В этом кургане мы нашли нетронутый клад, который ждал нас почти две тысячи лет. Все предметы уникальны и неповторимы. Они не имеют аналогов. Впервые музей выпустил и календарь. Его заполнила редчайшая посуда Золото-Ордынского азака. Главной фигурой стал кубок в технике Минаи. Это керамика с семи цветов. Такие вещи не стыдно было подарить и хану. Уникальность этого кубка в том, что он очень хорошо сохранился. Керамика эта возникла вследствие того, что Ислам запрещал изготовление посуды из драгоценных металлов. И, как следствие, ремесленники придумали что-то такое очень дорогое. Другая кашинная керамика, которая у нас представлена, она, конечно, не столь дорогая. И произведена она, в отличие от этой, привезенной из Ирана, по большей части на территории Нижнего Повозья, в крупных столичных центрах Золотой Орды. В календаре показаны и штампованная керамика, поливные чаши, стеклянные сосуды. Ведь наряду с парадной керамикой высокий статус горожанина подчеркивало стекло. Также музей к предстоящему юбилею выпустил памятный знак. Выполнен он из алюминия с использованием многоцветных эмалей холодной сушки. На лицевой стороне изображены здания музея и герб города, а на тыльной стороне булавка для крепления к одежде. Специальный альбом от Азова до Балтики заказали в Эрмитаже к двум датам. Юбилею музея и 320-летию второго Азовского похода. Здесь собраны петровские реликвии и история создания этой коллекции. Дело в том, что Азовские походы сыграли в свое время очень большую роль для российской истории. Они стали предтечей, то есть началом тех побед, которые затем Петр и, соответственно, русское оружие они одержали на Балтике. И считается, что строительство нашей Азовской крепости, взятие Азова – это тот первый военный опыт, который был необходим Петру для дальнейших побед. 2017 год в музее полностью распланирован. Будут и выездные выставки, и экспозиции от коллег из других регионов. Евгения Слинкина, Юрий Бабенко, Надону. На сегодня это все новости. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова